Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем рубрику «Ответ вопрос». Рубрика, в которой я стараюсь ответить на ваши часто задаваемые вопросы. Но сегодня вопрос не популярный, а интересный. Вопрос такой «Зачем рыбкам ноздри?» Вы знаете? Если нет, садитесь поудобнее и поехали! Думаю, далеко не каждый аквариумист вообще обращал внимание на то, что у рыб есть ноздри. А тот, кто замечал, вряд ли вообще задумывался, зачем и для чего. Ведь рыбки не дышат атмосферным воздухом. Ну, по крайней мере, большинство из них. Тем не менее, не стоит забывать про обоняние. Оно у рыб есть, только работает иначе, чем у тех, кто живет на суше. Как работает наш нос? Мы вдыхаем воздух, можем сразу двумя ноздрями, а если вставить в нос палец, то можем унюхать или дышать одной ноздрёй. Если же опуститься под воду, носом дышать не получится. Но если всё равно вдохнуть под водой, то мы пропустим через ноздри воду, и она попадает в рот. Считается, что амфибии, в частности лягушки, могут работать носом и на суше, и под водой. Но рыбки только под водой. И ноздри для них ещё один способ своего рода ориентации. Не буду сейчас углубляться в строение всей головы рыбы, но суть в том, что через ноздри рыбки идёт ток воды. Внутри ноздрей есть обонятельные эпителия, специальная слизь и неподвижные реснички, которые воспринимают всевозможные запахи. Они по обонятельным нервам передают информацию в отдел мозга, который именуется как обонятельные луковицы. И тут интересный момент. У рыб и так мозги не особо-то и большие. Думаю, те из вас, кто разделывал рыбу, наверняка обратил на размер мозга внимание. Так ещё и обонятельные луковицы имеют крупный размер по сравнению с другими отделами мозга. Напрашивается вопрос, почему? Да потому, что обоняние для рыб очень важно и жизненно необходимо. Обоняние играет очень важную роль в подводном мире. Многие рыбки именно по запаху понимают, что пора не реститься. Специальные феромоны, выделяемые сородичами, привлекают противоположный пол. По запаху в темноте могут определить свой-чужой. Есть рыбки, у которых вообще плохо развито зрение. Например, полиптерус синегальский. Но отлично развито обоняние для поиска пищи и прочего. Посмотрите, какие у него ноздри. Тут можно вспомнить и реакцию акулы на запах крови. Некоторые виды акул чувствуют запах крови на расстоянии до 400 метров. Рыбки не могут между собой общаться в привычном нам понимании. Но с помощью запахов могут. Например, могут предупредить друг друга об опасности. Дело в том, что у этих созданий есть так называемый феромон тревоги. Он выделяется при ранениях. По крайней мере, так считают ученые. И это же подтверждают заядлые рыбаки. Рыба с таким запахом предупреждает других рыб о том, что нужно делать дёру. Когда раненая рыбка возвращается в воду, рыбака ждет неудачная рыбалка. Или приходится искать новое место. Так как большинство рыб покидает это место. На этом у меня всё. Всего доброго вам и вашим близким. И до новых встреч на канале Пар. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!